Здравствуйте, дорогие мои, с вами Оля для проекта Хагвартс Ньюс. Новости для волшебников и чувствительных людей к энергиям, которые хотят привнести в этот мир больше волшебства и магии. Мы говорим про этот месяц, октябрь 2019 год. И когда я настроилась на этот месяц, ко мне пришла следующая информация. Что, во-первых, как вы знаете, месяц октябрь, в конце месяца обычно есть праздник Хэллоуин, и есть также праздники, как бы отмечания мёртвых, мёртвые души. То есть во многих культурах это время связано с праздниками, связанными с мёртвыми душами. И даже сам Хэллоуин, да, это древний кельтский праздник, это древний кельтский Новый год. И уже с тех времён как бы это верилось, что в это время открываются двери между разными мирами, и люди могут пригласить на праздник всех своих умерших родственников и друзей, да, чтобы отметить этот праздник. И это действительно как бы то, что я сейчас вижу в этом месяце, что двери действительно открываются. И то, как вы это можете использовать для своей жизни в этом месяце, то, что если на каком-то уровне ваша душа скучает по кому-то, по какой-то душе из вашего прошлого, прошлого этой жизни или, может быть, прошлого, из ваших прошлых жизней, да, вот на именно уровне души, да, душа ваша скучает и хотела бы кого-то увидеть, то вы можете использовать сейчас энергию этого месяца и задать запрос Вселенной, позвать тех душ, по которым вы скучаете. И если они сейчас живут на земле, чтобы вы как-то могли с ними встретиться. И, возможно, это может быть не прям такая прям встреча-встреча, возможно, вы будете просто идти по улице, и кто-то мимо вас пройдёт, но вы просто, может быть, встретите глазами, и вы, может быть, улыбнётесь друг другу, просто пройдёте мимо. Но на энергетическом уровне, когда это будет происходить, в вашей душе обменяется эта энергия. То есть если вы более скучали по друг другу, то как бы у вас пройдёт, вы получите ту энергию, которая вам нужна была, чтобы не скучать её, и почувствовать эту душу, почувствовать, что она здесь, и она живёт здесь и сейчас. Или это, может быть, действительно, как произойдёт встреча с каким-то человеком, с которыми, возможно, вы хотите продолжить отношения, которые у вас были в прошлом когда-то, в прошлой жизни, и вы, возможно, с кем-то познакомитесь, с кем у вас завяжутся дружеские отношения, романтические отношения, или найдёте какого-то нового бизнес-партнёра. То есть кого-то вы, вполне возможно, можете встретить и продолжить отношения, которые, если вы этого хотите. И для этого просто действительно попросите Вселенную, позовите эти души, да, те души, по которым моя душа скучает, я прошу появиться их сейчас, каким-либо-то это не было образом. Может быть, это просто, может быть, во сне вы кого-то увидите, может быть, этого будет достаточно для вас. Также, что я увидела, что этот месяц хорош для общения с розами. Это может быть, может быть, у вас дома растут розы, да, может, у вас на улице растут розы, или это в магазине. Или вы можете просто в медитации пообщаться с духом роз, да, с розами. Использовать, например, розовые лепестки для чая, розовые лепестки, принимать ванну с розовыми лепестками, использовать масла, да, ароматические масла с запахом роз. И это всё создаст в этом месяце для вас поддержку, очень мягкую, но очень хорошую поддержку. И поможет вам открыть сердце. Потому что другой аспект этого месяца, что я вижу, этот месяц хорош для открывания сердца. Действительно, раскрыть его очень-очень сильно и расширить его энергетически. Для этого вы можете задавать себе вопрос, какой энергии и пространством я и моё тело может быть, чтобы моё сердце стало больше, чем какое-либо сердце было на земле до этого. И даже когда вы проговариваете этот вопрос, вы чувствуете, насколько ваше сердце расширяется. Больше, чем кто-либо имел возможность расширить своё сердце до этого момента на земле, на этой планете. Даже несколько человек, может быть, 10-11 человек на этой планете, если сделать этот процесс, очень много изменится. Очень много изменится. И очень в хорошую сторону. То есть, да, вы можете задавать этот вопрос и также использовать розы и розовые масла для поддержки. И другой вопрос, если вы всё ещё хотите действительно принести какие-то энергии своего прошлого в этом месяце, воспользоваться энергией этого месяца, то один из вопросов вы можете задать также, каким пространством энергии я и моё тело может быть, чтобы привлечь все необходимые энергии из прошлого, сейчас, для их завершения, или для того, чтобы вынести это всё на следующий уровень. И всё, что вам не позволяет, мы это всё рассоздаём энергетически, все ваши преграды для того, чтобы это случилось, мы их рассоздаём прямо сейчас. Вот, ну вот и всё, я думаю, на этот месяц. Спасибо за то, что вы участвовали в этом. И до скорых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»